Пресс-конференция на тему программы бесплатной стажировки для предпринимателей, в рамках которой 150 украинцев ежегодно выезжают на один месяц учиться в Германию. Федеральный министерс экономики и энергетики, под девизом не могу прочитать, проводят подготовку руководителей предприятий и организаций из Восточной Европы, Центральной, Юго-Восточной Азии, для налаживания контактов и взаимовыгодного экономического сотрудничества в предприятиях Германии. Спикеры. Дмитрий Ольчик, соучредитель Харьковского немецкого центра и инициатор создания Ассоциации выпускников проекта J.I.Z. Наталья Яковлева, директор агентства «Эксперт Плюс». Екатерина Ющенко, выпускница программы 2015 года, директор сети магазинов «Имбин». Александр Золотарев, выпускник программы 2014 года, главврач медицентра здоровья. Ну и планируется в скайп конференция, которая уже идет с Аллой Сучаевой и Натальей Тарашевну, если они с нами есть на том, что они сейчас стажируются в Дрездене и в Гамбурге. В Дрездене или Гамбурге? А нет, в Дрездене. Дрезден. В Дрездене. Да. То есть, пожалуйста, кто первый начинает? Первая начинаю я, для того, чтобы было понятно, почему мы так любим этот проект и почему мы с таким удовольствием его презентуем, я немножко расскажу об истории. Народ в Дрездене, вам нормально слышно? Да, все слышно. А, ну все тогда. Да, проект был подписан очень давно, в 2002 году. Это был федеральный проект Министерства экономики и энергетики Германии и Министерства экономики Украины. Проект назывался тогда «Украинская инициатива». Его специально создавали для того, чтобы помочь наладить кооперационные экономические интересы между Украиной и Германией. В дальнейшем этом проекте предусматривался такой модуль, как обучение. После обучения ребята уезжали в стажировку. Изначально стажировки длились 6 месяцев, потом они длились 3 месяца. Сейчас проект идет в течение одного месяца. В течение одного месяца в 14, если я правильно помню, обучающих центрах Германии одновременно работает порядка 14 групп. И в целом за год из Украины уезжают, а самое главное, и возвращаются с контактами от 130 до 150 человек. Это три различных типа обучающих групп. Это группа топ-менеджеров. Екатерина расскажет, что именно подхватывают топ-менеджеры, чем они приезжают из Германии. Это группы менеджеров среднего и высшего звена. И также специализированные, ну так тоже называется общая кооперация. А также специализированные группы, вот как раз Александр представитель специализированной группы по медицине. Он расскажет, чего именно и привозят медики с таких качественных, серьезных проектов. Для полноты визуализации мы пригласили сейчас ребят, которые находятся на стажировке в Флоренции на Эльбе, в городе Дрезден. Вы уже честно беседу услышали. Группа начала заниматься, по-моему, 9 октября. Они уехали туда и они активно учатся. Весь проект, Глеб правильно абсолютно сказал, идет на деньги Федерального министерства экономики и энергетики. В целом на одного стажера без английского языка, если такие группы, Германия затрачивает около 15 тысяч евро. На стажера, знающего английский язык или немецкий язык, если такие группы, Германия тратит 10 тысяч 500 евро. То есть очень приличный вклад, вклад в развитие коммерческих, предпринимательских, обучающих проектов. И мы призываем настойчиво этим вкладом пользоваться, потому что Харьков сейчас, из-за того, что качественно провел старт этого проекта в 2012 году, правильно, тем, что в 2012 году начали плотно им заниматься? В 2012 году, да, новый формат. Появился новый формат партнерства и Харьков сейчас занял первое место по количеству стажеров в этом проекте. Почти половина групп, мы не будем этого скрывать, это наши харьковчане. Как выразилась одна из участниц, поехала вот так вот за рубеж для того, чтобы познакомиться с новым миром, половина групп оказались своей. Поэтому, как мы построим нашу пресс-конференцию, я немножко рассказала об истории, сейчас Дмитрий быстро расскажет о самом проекте, потом ребята из Дрездена, потому что вы слышите шумит в связи, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире и уже какие-то тонкие уточняющие вещи по каждому модулю, ну, из собственных впечатлений поделятся наши люди. Спасибо. Ну, для того, чтобы у вас образовалась полная картина о самой сути стажировки, о том, как она проходит и с чего она состоит, мы подготовили небольшую презентацию. Как уже сказала Наталья, это программа правительственная, она реализовывается при финансовой поддержке Министерства энергетики, экологии, так называется, Министерство Германии, которое финансирует и реализует данную программу. И направлено, в первую очередь, на предпринимателей. Так как сама суть программы, это развитие, в первую очередь, экономических связей. Программа длится месяц, за 14 лет, в разных формах, которые претерпела программа, были трехмесячные стажировки, полугодичные стажировки, уже было простажировано более тысячи человек, то есть на данный момент в Украине есть тысяча выпускников, которых мы собираемся в этом году видеть в ассоциацию. И программа для Украины не единственная, то есть есть 16 стран-участников из разных стран, там из постсоветского пространства, и Африка, и Азия, то есть, которые тоже принимают участие на таких же правах, как и украинцы. И когда бывают смешанные группы, допустим, вместе с нашими ребятами, одновременно это Молдаване, и Вьетнам, и Индия, из-за этого экономический эффект, он еще в большей степени приумножается. Сама стажировка состоит из трех модулей, это теоретический модуль, вот сейчас наши гости из Германии, насколько я понимаю, находятся в тренинговом центре, на базе которого проходит у них обучение, в тренинговых центрах, которые специально отбираются с немецкой стороной, им читаются все основные курсы, которые необходимы для ведения внешнеэкономической деятельности, менеджмента, работы с Германией, логистики, различных ментальных особенностей и так далее. Можно я сделаю замечание, а Дмитрий сам является выпускником прозапа какого года? 14-го года, поэтому все, что он рассказывал, он уже и на себе прошел, чтобы было более понятным. У вас сегодня примеров успеха будет довольно много, и Александр, и его коллеги в этом зале, и в Германии, то есть все полностью вам передадут ощущение стажировки и ее профессорские эффекты. Второй модуль – это групповые посещения предприятий, если у вас есть специализированная группа, в которую вы едете, то есть стажировка заточена по вашему направлению, допустим, медицинская, и вы всей группой посещаете те предприятия, которые заточены под тематику вашей группы. И третий модуль – это индивидуальные бизнес-контакты, собственно говоря, как я уже сказал, стажировка на цели на экономическое развитие, на ваш индивидуальный кооперационный интерес от стажировки. Поэтому немецкая сторона и тренинговый центр, в частности, помогают вам делать необходимые вам контакты, ваши цели, либо купить что-то, либо продать что-то, либо сделать совместный проект. Немцы помогают это делать и финансируют там часть ваших поездок, которые у вас могут быть запланированы по Германии именно делом. Вот на базе этих центров, логотипы которых вы видите, проходят тренинговые различные курсы. Это, как правило, промышленные палаты, Карл Дюйсберг-центры и ТЮФ – это всемирная известность от инфекционного органа. Безусловно, польза для участников программы из Украины, она говорит сама за себя, займись в Германии, можно и новые контакты сделать, и, возможно, для себя новый рынок. Безусловно, это опыт, это знания, которые вы получите. И самое главное, допустим, то, что я извлек, это новые партнеры и друзья, наверное, это самое главное, которых я для себя лично нашел в кругу тех людей, с которыми вместе я ездил. Это 24 человека у нас, по-моему, было. Поэтому за широкое, многостороннее, во всех сферах, которые она цепляет, можно для себя определенную пользу извлечь. Форматы, которые мы проводим, отборы два раза в году, в зависимости от того, насколько есть спрос ваш на участие в программе. В этом году мы будем проводить либо в конце этого года, либо в начале следующего года. И программы, тематики, которые предполагаются в этом году, это, конечно же, немцы перед планетой всей по энергоэффективности, по машиностроению. Вы можете здесь увидеть то, что половину практически всех тематик составляет группы, которые заточены на энергоэффективность, на возобновляемые источники энергетики. Отдельно в этом году идет акцент на группу по медицине. Будет отдельная группа именно для украинцев по медицине. Есть, что приятно, да, это группы с русским языком, как правило, стажировка для тех людей, которые владеют на среднем уровне английским языком. Есть две группы и с русским языком. Это аграрный сектор и это топ-менеджеры. Вот, в частности, наши коллеги из Германии, они сейчас находятся в группе топ-менеджеров, у них стажировка проходит на русском языке. Как это, я думаю, они расскажут. Ну и для того, чтобы программа в нашем регионе, в Харькове не останавливалась в своем развитии, развивалась в геометрической прогрессии и все время приобщала новых интересующихся предпринимателей, просто людей, которым интересна Германия. К данному процессу на базе Харькова была создана такая вот партнерская платформа, в которой ходит и Харьковский немецкий центр, и эксперт плюс агентство, и торгово-промышленная палата, и европейская бизнес-ассоциация, почетный консул Германии, Тенас Панна Гаврич. Все эти люди, они объединились для того, чтобы давать постоянно мощный импульс перед отборами данной программы, для того, чтобы она развивалась и была успешной. Если у кого-то есть вопросы или интерес к программе, то есть нас легко найти, где можно связаться, то есть мы, я думаю, на сегодня тоже сможем пообщаться. Так, теперь, пожалуйста, самых главных людей. Вы, когда общаетесь, вы всегда смотрите, они нас видят через камеру. Хорошо, да, теперь мы сейчас вытащим на экран самых главных людей наших участников. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, пока, да, может быть, кто-то добавит, может, Александрович Екатерина, о том, как... Не-не-не, сейчас, все, да, все по порядку, да. Немецкая пунктуальность. Да. Хотя это оказался большой миф, об этом мы тоже поговорили. Так же, как абсолютно качественный немецкий пункт. Ну, кстати, может быть, пока мы ждем, я тоже хочу анонсировать, с 15 по 17 октября пройдет такое мероприятие. Ну, я думаю, из вас знают, агропорт в Харькове на территории аэропорта. И там будет отдельная секция, посвященная этой программе. Приедет эксперт из Германии, то есть тоже приглашаем всех. Это к нас числа будет. Вот, в Харьковском аэропорту, по-моему, в 12 часов будет секция. Да, вас готовы слушать. Не, мы теперь готовы вас слушать. Рассказывайте, пожалуйста, как вам там хорошо бизнес? Нет, ну, почему хорошо? Скучаем по этому, конечно же. Вот, но теми действительно очень интересные. Было уже посещение несколько заводов и предприятий. Тоже очень интересная практика и опыт. Потому что люди открыто делятся всеми наработками, опытом, который уже они прошли на свой период существования. Рассказывали о бизнесах, о человеческом факторе, то есть, в принципе, есть вещи, которые интересны. Алла, а сколько часов в день вы учитесь? Что? Сколько часов в день вы учитесь? Мы учимся с 9 часов до 16.00. Сюда будет еще перерыв естественный, обед, кофе-брейки. То есть, как бы, честно говоря, мы не замечаем, что у нас время это идет учеба. Потому что, в основном, это тренинги, которые полезны. Они активные, мы рахнули там, в итогах тем более, но еще и в практике. То есть, мы в каждой ситуации прорабатываем. Да? Запытывали? Вопросы? Прошу вас. Да. К нашим немецким... А, давайте я представлю. Сейчас я представлю. Главная вот дама впереди, это директор системы Макснет. Ну, я думаю, вы знаете провайдера интернет, Алла Стручаева. То есть, можете напрямую подговорить с калией. Она вам ответит. Спрашивается? Когда у нас будет 4 же интернета? Спасибо за вопрос. Мы населимся. Спасибо, прекрасно. Задавайте, друзья, вы пришли сегодня узнать о программе. Вот перед нами те, кто там сейчас учится, те, кто организовывает, уникальные возможности. Прошу вас. Ну, всем все понятно. Ах, и всем все понятно. Не-не-не, вы давно что-то будете? Нет. Просто, как они конкурс проходят? Как вы проходили конкурс отборочный? Как они сюда привали? Какие предылили отборочный? Да. Вам слышно этот вопрос? Да, я услышала. Будем говорить так. Я, в частом случае, этого знала, угодно за 5 дней до окончания отбора. И, ну, как бы, подготовилась, рассказала о себе, рассказала о проекте, что я хочу, что мне интересного. Через некоторое время было собеседование, и потом еще через некоторое время был результат. Ну, а сколько лет? Единственное, я хочу сказать, что все-таки очень важно, это знание языка. То есть, английский, это хорошо, если вы знаете немецкий, вам поможет, пойти на нормальное ресторане покушать вечером. А так голоднее все время. Почему? Она заходится, нас порнят, нас любят. Понятно. Пожалуйста. Это специализированная группа или группа топ-менеджеров перед нами сейчас? Да, давайте я вам представлю все-таки, кто с нами сегодня здесь. Да. То есть, вот Калиличенко Юрий, он генеральный директор, кроник Скальков. Ага. Да. Центрский дом Миколина, Вадим Зубко, коммерческий директор. Топ-клата, биоэнергии группы, директор Балаквитска Юлия, тоже Скальков. Вот наш главный человек, который строит самолеты. Да. Он, правда, с Киевом, это группа-компания ProResTech. Региональный... Висфеля. Да. Как Висфеля? Региональный висферситет в Украине. То есть, у нас группа очень сильно разношерстная. Но мы, как бы, с соседями общаемся в хороших отношениях, друг другу помогаем, делимся опытом. Кстати, внутри группы даже мы общаемся. И решаем какие-то управленческие задачи. Это, в принципе, есть плюс для нас. У нас холодно уже. У нас чуть-чуть уже холодно. Алла, а скажите, пожалуйста, Вы ставили перед стажировкой, ну, перед собой, я же с Вами общалась, консультировала, очень серьезные задачи. Там, телефонизация, там, города определенного. Насколько, вот, глянула ситуацию изнутри, Вы понимаете, что данные задачи исполнимы? Это, я плохо слышу, не поняла. А когда Вы готовили стажировки, Вы планировали там очень серьезные задачи телефонизации внутри Германии? Да, я могу Вам сказать, что, допустим, интернет и поисковые системы – это очень хорошая вещь. Но, пока Вы сюда не приедете, не почувствуете на практике, а вот реальные вещи. Вы не столкнетесь пока с культурой, недалеки там людей. И, как они решают вопросы, Вы ничего не сделали. То есть, если Вы хотите развиваться и идти дальше, как бы, на рынку, не стоять на месте, Вам нужно все-таки практика изнутри, то есть, понимать все полностью процессы. Понятно, почему? Поэтому мы сделали включение с той стороны, чтобы Вы увидели, как это на самом деле. Да, пожалуйста, еще вопрос. Да, можно. На что больше делается? На посещение предприятий? На обучение менеджмента? На налаживание внешнеэкономических связей? Или на все сразу? Вам услышали? Слышали вопрос. Не все сразу. Давайте по коротким вопросам. А на Ваш взгляд, в процессе стажировки, на что больше всего немцы делают упор? На индивидуальное обучение, на визиты, на внутригрупповую работу? На что обращают немцы больше всего внимание? Нет, это все в комплексе и все сбалансировано. Даже если у нас есть посещение индивидуальных визитов, то нам материал придают. Утром, за завтраком в гостинице мы между студентами общаемся и делимся то, что было. Выставки, это обязательно тоже, если есть выставки тематические, то на выставках очень много зарезает действительно контактов. Но опять-таки, желательно уже сейчас готовиться по языку. То есть желательно, чтобы свободное было общение. Потому что культура все-таки разная. Медалитит разная. Вопрос не совсем такой вопрос. Вопрос был в том, на что в учебе делается упор больше? На контакты, на менеджмент или на организацию процессов? Да. Еще раз повторимся. Очень сбалансированная программа. Дается все в большом доме, достаточно интересно. Но отдается по всем направлениям. Все сбалансировано. То есть нет какого-то выделенного одного направления, да? Нет. Спасибо. Еще вопрос. Есть какой-то результат этой программы, проект или что-то или просто... Есть какой-то результат программы, проект какой-то или что-нибудь более вот уже впечатленное? Ну, смотрите, у нас только прошло две недели. Еще впереди две недели. А целый опытом могу поделиться, что да, у меня есть результат. У меня были и конкретные встречи, и подлинные уже договоренности. Единственное, что да, тяжело сдавать. Это четыре упражнения решаешь. Но оно того стоит. Пусть другие поделятся опытом. Чуть-чуть громче. Добрый день, Юрий. Я вам скажу, во-первых, что самое интересное, нас в первую очередь начали правильно презентоваться. Потому что подход, венталитет Германии, и не только Германии, Германии как лицо Европы. Надо правильно представить себя. Очень сильно не любят ходу, как у нас обычно льют ходу во время презентации. Здесь более конкретные, плановые. Нужно представлять себя, свою компанию, свои интересы. То цель, которую ты хочешь достичь, ее нужно представить очень корректно. Очень невыгодно. Просто рассказывают, рассказывают. От того, что и все-таки открыть это в Туриде, и здесь в Туриде. Это, конечно, я не знаю, что удалось ни одной, где которую вы хотите достичь, чтобы вы хотите достичь, а когда ты получил его просоцентральный юридический министерский, у нас пути не подалерт. Это создаст тренирусную малипсологию, которая получается, разнообразная система защищена. полезно. Далее у нас у всех практически только начинаются встречи. Эти встречи кто-то организовывает. Организовывает часть представителей КИЗа. Часть это то, что мы смогли договориться до приезда сюда, что очень важно. Поэтому у всех практически насыщенные последние две недели будут встречи, какие-то договоренности, выставки, что тоже очень важно для нас. Спасибо. Чего бы вы посоветовали в рамках подготовки к следующим отборам группы, и после этого перейдем к акценту. Чего бы вы посоветовали? Ну, прежде всего, человек должен понимать, что он хочет и какие его цели. То есть, зачем он едет? Спасибо. Это все должно структурировать. Окей? Так вот. Ну, повторительно, хотя бы, что он едет поправляет. Да, если это очень заранее, с кем вы хотите встретиться, чтобы потом не было спрежно. Сколько немцы, европейцы, все для него очень заранее, и тогда у них расписание, выход вперед. Поэтому вы можете просто иметь желание, с кем-то встретиться, они тоже их выживали, но не их выживали. Вопрос еще от меня. Скажите, вот, если вам преподают правильную презентацию в немецком формате, как она может пригодиться здесь, в украинском менталитете? Дело в том, что нас учат работать с европейским рынком. Поэтому мы сюда и приехали. Нас не учат здесь работать на Украине для нас. Нас учат, как правильно вести себя, ну, в нормальном смысле слова. Культура очень сильно отличается. И немцы, наверное, как основа его обык, они четко говорят, что они хотят. Они, повторюсь, они не любят как-то клубы, о чем-то говорят. Нужны конкретные, что они хотят, чтобы они им уграть на свое время. Мы их расписаны. Вот сейчас Андрей сказал. Действительно, когда договариваешься, то это может за два, за три месяца договориться на два часа его графика работы. Иначе с ним можно не встретиться. Спасибо. Опять же, по практике презентации, то, чем у нас учат, это действительно уже наработанный опыт. Даже не за год, а за десятилетия, можно сказать, как появились программы, которые хорошо делают презентации. Они на это делали и до этого наплёкли. А говорить о какой-то культуре презентации, которая присуща нам, вообще невозможно, потому что в ГРС не убежит, если это единого подхода. Все делают то, что умеют, и люди не подключаются, но не учитывают, никак специфика подключаются. И все-таки еще хотелось почистнуть, у нас идет ограничение, как бы, именно, честно, по-немецкому, интеллектурирую, то есть, как бы, по Европе в целом. Как работать именно на европейском уровне, с европейским уровнем, с тем же качеством, с тем же пунктуальностю. Спасибо. Ну что, вы тогда оставайтесь наблюдателями за нами, и мы перейдем к сессии вопросов и ответов. Вы уже поняли, какими знаниями обладаю я, какими знаниями обладает Дмитрий, вы, по сути, провайдеры данного проекта. То есть, мы организовываем структуру отборов, так, чтобы приехала комиссия, провела собеседование с нашими аппликантами, после этого аппликанта выбрала и дальше начала продвигать. А так как вас интересуют, наверное, все-таки результаты, тогда, наверное, какие-то вопросы к вам, что получили вы как результат, вы были в этом году, и вы были в ААХЕ, если я правильно понимаю. Спрашивайте, да. Или начнем с результата. Может быть, даже я вообще начну с ответа. Я хочу даме вот конкретизировать ответ по поводу того, что нужно для успешного прохождения отбора. Наверное, самое главное, показать не просто, что вы хотите, а показать свою успешность. То есть, здесь у вас все отлично, вы развиваетесь, вы либо расширяетесь, либо новый рынок выходите на новый рынок, и что вам в свете этого необходимо при сотрудничестве с немецкой стороной. То есть, вот это на самом деле главное, что они хотят. В первую очередь, это как бы экономический аспект. Все остальное, это, в общем, тренинги, все это уже постфактум. Вы должны доказать свою успешность, и вместе, вот в таком тендене, вы движетесь к успеху. По поводу того, молодчик спрашивал, насколько, что важнее, тренинги, посещение различных предприятий, все абсолютно в комплексе, и именно в этом уникальность программы. То есть, идет ежедневная начитка, причем достаточно серьезная. Если даже вы неплохо подготовлены, то в любом случае будет очень полезно, потому что идет как бы структурирование дополнительного ваших знаний, с таким как бы преломлением на европейский рынок. Это в любом случае хорошо. Однозначно, что-то новое вы получите, даже при высоком уровне подготовки. Следующий момент, сразу же эта теория превращается у вас в практику. Вот у вас идет ваше индивидуальное посещение. Все ваши спецификации, всевозможные контракты, договора, вы их сразу корректируете с учетом того, чему вас перед этим научили. И вы идете уже, скажем так, подготовленными по-новому. То есть, вы не теория, практика, и плюс еще очень классно идет практический пример успешных индивидуальных компаний. То есть, вы видите как бы топы. То есть, как это должно быть. Не важно, чем вы занимаетесь. Вот конкретно я, это была, ну, мы импортируем вино, но тем не менее, у меня была культура производства, культура работы с персоналом, логистика, маркетинг. Ну, не важно. То есть, в любом случае, человек думающий, умный, для себя найдет моменты, которые он может преломить вот в свою сферу деятельности. Дальше, моменты по мотивации. Для меня, вот казалось бы, мы импортируем вино. Вот с учетом глобализации выставок, можно сесть, посмотреть, полазить по сайтам производителей и, в общем-то, сотрудничать. На самом деле, все не просто так, к сожалению, в сегодняшних реалиях Украина, к Украине, мы должны это признать, она относится уже с осторожностью. И многие контракты, многие партнерские отношения срываются именно поэтому. Просто вот не отвечают на письма, просто не идут на контакт. Здесь же, то есть немецкая сторона, все эти моменты взяла, они выступили как бы гарантами, посредниками, не то чтобы облегчили, а вообще наладили как бы контакт с теми организациями, партнерами, с которыми было сложно наладить отношения. А следующий момент, зачем опять же ехать? Личный контакт, это всегда плюс. У меня на практике, я даже не ожидала много моментов, когда здесь невозможно было выйти на, например, тот же Deutsche Weyen Institute, которые, в общем-то, не ставят для себя приоритетом отношения с Украиной, но через новых коллег, то есть те компании, те винопроизводители, виноэкспортеры, с которыми познакомилась непосредственно там, эти контакты помогли через свои уже непосредственные отношения с Deutsche Weyen Institute, вы как бы туда смогли влиться. Ну, то есть нужно быть, не ждать, вы не дети, вы должны быть достаточно активны там, на месте. Очень четко поставленные цели, что вы хотите, и вы их там решаете. Вам дали возможность, и все. А уже как вы ее реализуете, в общем-то, вы должны быть активны. А следующий момент, это, безусловно, тоже уже Дмитрий говорил, это новые партнеры не только в среде страны пребывания, но и ребята, с которыми мы едем. Это на самом деле все молодые, активные, инициативные, креативные, то есть на самом деле это очень классные контакты, которые пригодятся. То есть мы выходим за рамки своего круга общения. Это люди из абсолютно различных сфер деятельности, но в любом случае, это новые возможности. То есть возможно, где-то вам это выстрелит неожиданнейшим образом в будущем, но это всегда очень замечательно, потому что лишних людей там нет, которые приехали на экскурсию. Все едут, все достаточно целево настроены. Опять же, мы приехали, мы продолжаем общаться очень активно. То есть у нас постоянно мы встречаемся в рамках немецкого центра, и вот сейчас, кстати, будет неконференция на выходные в Киеве по методам финансирования бизнеса. То есть различные моменты, точки соприкосновения. Остаемся, мы активно, опять же, сотрудничаем. Вот я опять же мы встретились. Что еще хотелось бы, наверное, посоветовать? Посоветовать, в первую очередь, нужно очень хорошо готовиться. Вы, естественно, будете знать своих партнеров заранее. Когда вы приезжаете, о вас знают все. Для меня это была личная неожиданность. То есть они знают, чем я торгую, с кем я торгую, через кого, и сколько это у меня стоит. Вот я могу сама даже этих моментов не помнить. То есть вы должны быть к этому готовы. Вы приходите не поговорить. Вы приходите со спецификациями, с презентациями. Кстати, тоже рекомендую сделать презентации две. Презентация, которая используется у вас при обучении. И та презентация... Можно, вы пойдете к своему непосредственно партнеру. То есть это разные целевые группы, это разные, две разные презентации. Ну, и, наверное, еще какие-то такие моменты, я не знаю, какие-то вопросы по ходу. Успеем так, что да. Теперь выступит вообще-то часть, на которой мы Богу молимся, медицина, потому что без нее нам всем никак. Расскажите о своем опыте, потому что вы были, наверное, в самых первых медицинских группах тоже был в 2014 году, конец 2014 года. Чуть-чуть. Да, конец 2014 года. Медицина – это такая специфика. И, в принципе, зачем ехал туда я? Ну, или тут часть вопросов, которые я хотел бы сказать, сказала Екатерина, я с ней полностью согласен. Может, у вас есть какие-то вопросы, но в целом, по моему опыту. Вначале еще был задан такой вопрос Наталье Яковлевой, зачем туда ехать? Но я считаю, что нужно быть или сильно умным, или полностью глупым для того, чтобы, во-первых, самому себе задавать такой вопрос, а стоит ли туда ехать? Или я такой сильно избалованный, что мне каждый день предлагают поедать пожалуйста на стажировку в Германию или в Штаты? Ну, само слово, поехать на месяц в страну, которая является лидером и гарантом экономической стабильности Европы, у меня лично так подразумевает. Да, я готов, а все вопросы потом. И мотивация здесь может быть внутренняя, может быть профессиональная по мотивам, как бы Екатерина сказала. Поэтому у меня вопросов не было, и я единственное, что в чем были такие сомнения, до этого наслышан был по поводу таких программ, и везде была там коррупция, пока денег не дашь, тебя никто туда, могу сказать честно, я пришел, познакомился, был знаком до этого с Дмитрием, Дмитрий познакомился с Натальей, я пообщался, и на каждом этапе вот эта фраза нигде не звучит. Ну, не звучит, не звучит, может быть потом... Какие-то могут быстро быть демонстрантные люди. На самом деле, я когда после приезда начал рекомендовать другим ребятам, у всех звучало, а сколько это стоит? Я говорю, нисколько, такого быть не может. Точно так же, мой собственник бизнеса, когда я еду на месяц в Германию, я говорю, а сколько ты заплатил, чтобы ребят туда взяли? Я говорю, бесплатно. Такого быть не может. Поэтому у многих есть такие моменты, там родители не отпускают, бесплатно, значит какая-то, может ты вообще едешь, там рампорт тебя заберут, это относительно девушек. Могут быть всякие там предпосылки, чтобы туда не ехать, но могу сказать так, что через проверенных людей вот все сидят, все вернулись, довольные, все счастливые. Ехать нужно однозначно, хотя бы ради того, если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему. То есть другими вы оттуда уже не вернетесь. Такими, как вы были, точнее, вы оттуда не вернетесь. Вы поменяетесь и поменяете в лучшую сторону. И как личность, и как профессионал. Что было у меня? Я туда ехал с одной целью, для того, чтобы привезти в город Харьков в технологию по лечению рака молочной железы. Получилось? Получилось, вот что получилось. Мы уезжали туда с одним курсом евро, приехали туда уже с другим. И ситуация была такая, что стоимость оборудования, которое можно было купить здесь у официальных дистрибьюторов, эксклюзивных этого оборудования в Украине, оно составляло 1 миллион 200 евро. Ну, не каждый инвестор готов. Есть такие у него деньги, тем более он готов вкладывать в медицину, который не является высокоориентабельным бизнесом. Я приехал, и мне пришлось ехать из восточной части Германии в западную на выставку в Дюссельдорф. И там я познакомился с представителями компании Carl Zeiss. Она меня именно интересовала. Я до этого перед поездкой готовился, искал там контакты, писал письма. Я приезжаю, действительно беседую. Они говорят, ну да, цена такая же, миллион 200 тысяч евро. Я говорю, ну так я думал, у вас немножко дешевле будет. Не, ну поскольку вы к нам приехали, мы вам сделаем скидку, естественно. Я говорю, а сколько? Они говорят, ну 50 тысяч, мы вам. 50 тысяч на фоне такой суммы. Это слезы. Я говорю, ну спасибо, конечно. Я возвращаюсь и понимаю, что этот проект просто финансово, он не рентабельный. Я приехал, и команда, которая нами занималась, вот хочу отдать должное, может у кого-то там были нарекания, там заставляют учиться, там нужно рано вставать. Я думаю, что эти люди месяц уделяют нам, пару месяцев готовятся до этого, и после того, как мы уезжаем, они еще там отдыхают где-то месяц, потому что работа ведется большой командой, работа на самом деле щепетильная, и она настолько глубоко проникающая в свои проблемы. Я приехал, сказал, я приехал туда на выставку, мне озвучили такую же сумму, ну как бы все, вот где-то через неделю, там и пять дней, цель моего пребывания, она свлась к нулю, ну потому что все, ничего. Они говорят, спокойно, все будет нормально, мы поедем на завод, на завод посмотрим, как собирают это оборудование. Я говорю, ну я, конечно, увижу, как его собирают, а мне то, что с этого. И потом, через пару дней, они говорят, вы сегодня никуда не едете, я думаю, где же я провинился. Он говорит, нет, к вам приедет официальный представитель компании Карлца. Я говорю, так я же с Юлией беседую, нет, это будет другой представитель. Я говорю, хорошо. И ко мне приехал СУЗ, он был представителем официального по Восточной Европе, мы с Юлией побеседовали, я ему рассказал вот эту ситуацию, что есть проблема такая в Украине, вообще в Харькове, что хотелось бы решить, вот нужен такой аппарат, но он стоит миллион десять тысяч. Он говорит, ну да, 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 такая ситуация. И в ходе где-то, она могла закончиться через пять минут, но поскольку я все честно, откровенно сказал, рассказал ему, как мы используем, он услышал и понял, что это не желание там купить какое-то аппарат, не владея вопросом с моей стороны. И я был удивлен, что он им глубоко владеет на территории России, Украины, знает там статистику заболевания, там степень рака. А я люблю врач, он говорит, нет, я не врач, но я же это оборудование продаю, поэтому я должен это все знать. В итоге мы с ним начали беседовать, как коллеги, и где-то через полчаса, чтобы так свести в суд минимум, по времени, было озвучено следующим образом. Он готов был привезти это оборудование, инсталлировать гарантию обучения, ну, он все под ключ, 600 тысяч. Половина и столь. У меня, естественно, стал вопрос, а как же в этом, есть эксклюзивный дистрибьютор, вы нарушаете его права, потому что, ну, в моих глазах немцы это люди, которые там, ну, право для них это верховенство и все, другого быть не может. Она сказала, нет, у меня есть официальные такие полномочия, поэтому я никого здесь не обижаю. Я, естественно, после того, как мы с ним попрощались, я сразу написал потенциальному собственнику или инвестору о том, что да, есть такая возможность. Но когда я вернулся, мы потом беседовали с помощью писем, приписывались с этим французом и пришли к выводу, что более глубоко поанализировав ситуацию, у нас еще в нашей стране, в частности, в Харькове, женщины не готовы уделять столько времени своему здоровью в силу разных причин, экономических, социальных, общеобразовательных, для того, чтобы заниматься ранней диагностикой и профилактикой, в смысле, ранней диагностикой и выявлением мода рака на ранних стадиях. Поэтому у нас основная статистика по заболеваемости это 34 стадия рака молочной железы, а вот этот аппарат, он был рассчитан на то, чтобы удалив маленькую опухоль на первой и второй стадии, в рану вставляется специальная там такая головка, она дает малодозовое локальное обучение этих клеток раковых, которые могли остаться в ране и дать, ну, быть источниками метастата. В последующем, то есть тем самым они гарантировали стопроцентное отсутствие рецидива. И мы пришли к выводу, что этот аппарат просто здесь будет перестаивать и количество пациентов на нем будет очень-очень мало, потому что нет таких пациентов. Но тем не менее, какой у меня был успех после этого, мы пообщались, познакомились с нашей группой и, ну, мы, во-первых, дружим, во-вторых, мы общаемся и, в-третьих, у нас есть партнерские взаимоотношения, то есть в наших медцентрах, в моем медцентре, где работа оказывает услуги топ-менеджерам, их сотрудникам. И плюс, хочу еще сказать, 23-25 октября из Дрездена есть там такой университет, Карла Устова приедет к нам один из ведущих специалистов по психотерматологии, будет проводить цикл занятий подготовки наших специалистов, психологов, врачей в рамках психотерапии. И стоимость этой поездки без учета затрат на территорию Украины составляет 3200 евро. Это половинная стоимость, потому что это курс, потом он повторится через 4-6 месяцев. и наши волонтеры не готовы были оплатить такую сумму, естественно. И немецкая страна, один из очень замечательных людей, с которыми я познакомился, он согласился оплатить приезд немецкого специалиста. Вот такое сотрудничество. Более-менее понятно, что данный проект является проектом экономическим, проектом кооперационным, долгосрочным и для тех людей, которым это действительно нужно. Поэтому, когда я там постила информацию в Фрисбоке, я просила приходить именно те, кому нужно. Потому что действительно процедура подготовки к собеседнику, это подача документов, это, ну, Алла так лукавит, что за 5 дней все получилось. На самом деле она глава одной из самых успешных харьковских компаний, понимаете, все то, что она имеет, она быстро дала, заработала и научилась это делать. Да, давайте. А какой же конкурс был? Сколько участников было? Ну, знаете, в Харькове у нас, как ни странно, никто не проваливает. Что мы заметили? Мы заметили, что наша целевая аудитория это взрослые люди, которые, как правильно, не поддавались на подобные проекты. И мы готовим. Мы готовим, помогаем оформить документы. Мы помогаем подготовиться к собеседованию, вот этому страху провалиться. Потому что при всей вот этой вот легкости, при всем у программных есть ограничения. Первое, это люди где-то 25 и максимум 45 лет. То есть, ну, немцы трезвомыслящие, они понимают, что старый конь, он, конечно, борозду не портит, но уже перековывать ничего не получится. Дальше, это люди, у которых есть статус принимать решения. То есть, их вот совсем-совсем не забыл персонал, не интересует. Дальше, это люди, у которых должно быть понимание, ради чего они туда едут. Еще раз, берем курс доллара, евро, сколько сейчас где-то 25, умножаем на 15500, ну, ничего себе, примем. Да, понимаете, да? Дальше, немцы все то, что они вкладывают в наших людей, активно считают. Они считают, как бы, у них там реинвестиция называется. То есть, на каждый вложенный евро должны быть им экономический эффект и цены 4. Поэтому мы все это подробно рассказываем, мы объясняем, как подготовиться к тому же самому собеседованию, то, чем будет на собеседовании, примерно. Потому что, что значит слово провайдер? Провайдер, это человек, который продвигает проект. Не мы, то есть, не я, не кольчик, не мы отбираем. Приезжает на собеседование представитель немецкого центра из города Киева, либо приглашенные эксперты с других городов. Здесь вот именно независимая технология отбора. И вот то, о чем говорил Александр, почему здесь нет никаких взяток, всего-всего-всего, потому что решение принимают люди, которые не заинтересованы в том, то есть, нейтрально абсолютно. Их задача качественно провести отбор и не более чем. И они сами в дальнейшем проекте не участвуют. То есть, получается, очень хорошо разработанная модель. В среднем, в Харькове, ну, где-то 3 к 1 коэффициент. Как правило, ваш город принимает отбор для 2-3 дня, по кругу это где-то 60 человек проходит. Ну, порядка, вот по нашему опыту, так вот, как мы пытаемся людей правильно разъяснить, подходят им программы, не подходят, как лучше подготовить документы и так далее, то где-то, наверное, да, третий, где-то, наверное, процентов 35. Отказывают. По каким причинам? Очень часто отказывают по причине слабой подготовки языка. Это основная проблема, потому что еще всего 2 группы, группа топ-менеджеров и группа аграрьев, это без английского языка. Есть еще группа немецкая, сейчас вот дама, которой нет на включении, Наталья Дорошенко, она в группе с немецким языком, но это одна группа за 3 года, за 2 года у нас. Да, они крайне редко собираются. Очень редко, у нас просто слабое знание немецкого, ну, английского-то не очень, а с немецкого вообще никак. Поэтому эти группы очень редко собираются и вот Наталья этой группы ждала 2 года. То есть она прошла давно отбор, она финансовый директор крупной корпорации за год комфорта. Но группа она ждала очень долго, потому что вот не было, не собиралась, не собиралась, не собиралась, а уже в 40 лет снова выучить иностранный язык, это так проблематично. Поэтому, если вы хотите повысить свои шансы, все-таки мы всем рекомендуем подготовить иностранный, ну, вот идти по проекту английский плюс. Если вы, хорошо, да, и если вы, ну, понимаете, что все краевские, английский никогда, нужно пройти по группе топ-менеджеров, но для этого нужно быть топ-менеджером. То есть вы должны быть, обладать правами, принимать решения. И все это мы вот рассказываем в процессе консультации. А так как отборочная комиссия такая же прогнутая, как и наши аппликанты, как и мы, она все прекрасно понимает и умеет работать. У вас на руках у всех есть буклеты, вот моя коллега вам раздала, эти буклеты являются таким очень хорошим пособием тем, как это работает. Если кому-то Марина не выдала, попросите, она выдает. Там очень так подробно, все так, степ-бай-степ прописано. Мы занимаемся как бы этой программой в Карповском регионе, в Источном регионе, поэтому если там есть контакты Киева, вы если есть вопросы, можете нам их адресовать. Да, сразу скажу, ребята, кого они не возят, чтобы зря не убиваться? Они не возят айтишников, правильно, Дим? Айти, пиар, такого маркетинга, ну как маркетинг. То есть, то, что является внутренним или сильным рынком, или то, что не имеет возможности наладить качественные коммуникации экономические. Почему медицина? Потому что, надеюсь, все понимают, где происходит медицинскую технику. Понятно, да? Хорошую качество медицинскую технику происходит в стране с развитой экономикой, потому что это точная и сложная наука. То же самое машиностроение. То есть, Германия, ну вообще, ну как бы, я говорю, немцы боги ваше настроение и тут надо себе четко отдавать отчет. Они хорошо научились использовать те знания, которые они получили в высшей школе. Да, они не возят преподавателей, правильно? В любом случае, если вы сотрудник какого-то госучреждения, да, там инженер, допустим, это как бы тоже, не приветствуется. Но, скажем так, исходя из опыта, да, если у вас есть хорошее проектное задание, то бишь, ваш общей, с которой вы хотите поехать в Германию, вы вписываетесь в формальные нормы, допустим, знания языка, там возрастные и так далее, и так далее, да, то там уже можно, скажем так, разговаривать и, по крайней мере, предложить себя в горочной комиссии к своему кандидатуру. Да. Что мы хотели бы еще подчеркнуть? Мы хотели бы подчеркнуть, что количество таких программ в Украине сейчас огромное. Я, ну, помимо вот этой программы, хочу похвалиться под проект, который у нас есть обратно. И вот вместе с Дмитрием мы в Харьков приглашаем огромное количество экспертов, чтобы они бесплатно работали здесь. Как-нибудь на эту тему мы провели другую пресс-конференцию. Это проект называется СЭС. То есть, когда вы заказываете себе немца-эксперта, он на вас бесплатно месяц работает, это тоже правда. И такие работают. И сейчас... Он не работает на вас бесплатно, он консультирует, он на вас помогает. Да. Вот сейчас в Оперном театре консультантка приехала. То есть, этот проект... В медицине, кстати, очень хороший. В медицине очень много таких экспертов. И, кроме таких проектов, очень хорошо продвигают свои обменные программы американцы, японцы, швейцарцы. Например, для цифры, за год американское посольство отправляет, возвращает в среднем 500 человек. И сейчас из Харькова едет огромная группа по проекту Open World. Но там в основном едут волонтеры, те, кто работали с ВПЛ, потому что это благодарность американского народа, что все ВПЛ остались у нас. Ну, там будет трезвая ситуация. И точно так же немцы очень плотно помогают. Не только в этих... То есть, проектов много, проекты надо искать. Но то, что Дима сказал, сказала Екатерина, сказала Александра, вы должны понимать, ради чего вы это делаете. То есть, ну, так как это странно с очень такой жесткой иерархической бизнес-культурой, они, если вы не понимаете, ради чего вы идете на стажировку, то лучше не подавать документы. Есть вопросы еще? Либо как бы так лаконично на все ответили. Глеб, у вас как? У меня на все понятно. Да. Я уже вынул самого лучшего. Чего? Для меня. Да. Поэтому мы искренне желаем вам успеха во всех ваших начинаниях. возникнут вопросы и примите решение в этом участвовать. Есть я с Натальей, есть Дмитрий Кольчик, есть ребята, которые это прошли на себе. Welcome. И мы будем всеми силами содействовать вашему успеху. А информация в ГУНе-Велком, она вот здесь вот, да? Часть информации. Здесь больше киевская информация, а мы все-таки больше обещаем Диме-Захарской. Канал контакта дадим сейчас. Дадим. 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.